Добрый день! Сегодня мы продолжим разговор об ипотечном кредитовании. И у нас в гостях советник по ипотеке и недвижимости ЗАО «Инновационная бизнес-группа» Марина Алексеева. Добрый день! Здравствуйте, Женя! Вы у нас в этой студии были практически год назад. Что произошло за этот период на рынке ипотечного кредитования? Что изменилось? Что произошло нового? Скажем так, и хорошее, и плохое. Хорошее то, что у банков появилось очень много разнообразных продуктов. Есть банки, в которых до 20 ипотечных программ. Даже сами специалисты не всегда хорошо ориентируются, потому что не все программы востребованы. Некоторые просто мертворожденные. Ну, чтобы было. Что плохого? Повышается размер первоначального взноса. То есть банки страхуют свои риски от возможных дефолтов. Повышаются процентные ставки по ипотечным кредитам. И ужесточаются требования к заемщикам. То есть, несмотря на декларацию на всех уровнях, что ставка ипотечного кредита не должна снижаться, они повышаются? Да, они повышаются. И этому есть объективная причина. Если хотите, я могу некоторые обозначить. Ну, прежде всего, ипотечные кредиты – это длинные деньги. 10, 15, 20, а в некоторых банках и до 50 лет. Где их брать? В России таких денег практически нет. Ну, это, может быть, деньги пенсионного фонда. Но пока этими деньгами банкам распоряжаться не разрешено. Иностранные инвестиции, которые были раньше, в период бума ипотечного кредитования, сейчас постепенно, плавно утекают к себе на родину. У них своих проблем хватает. То есть, длинных денег просто не существует. Второе. На чем зарабатывать банкам? Им надо зарабатывать на коротких деньгах. На коротких деньгах зарабатываются так. Принимаются вклады, и эти вклады размещаются. Значит, если вклад принимается под достаточно высокий процент, привлекательный для клиента, то и размещать его нужно, соответственно, чтобы хоть чуть-чуть заработать. Вот механизм формирования процентных ставок по кредитам. То есть, не так много источников дешевых денег у банков, чтобы они могли размещать надолго. Но ведь за декларацией, особенно со стороны правительства, должна следовать какая-то программа. То есть, может быть, деньги из бюджета должны давать? Или это какие-то уполномоченные банки? Нет, все не так просто. Деньги из бюджета, они, скажем так, предусмотрены на совершенно другие цели. Банки – это немножко отдельная история. Они формируют свои денежные, как говорится, потоки достаточно самостоятельно. И регулятором у них является не бюджет, а центральный банк. То есть, как бы вот эти вот вещи надо разделять. Пожелание, что ипотека станет доступной, дешевой. Но это очень хорошо, конечно, замечательно. Но под это надо разрабатывать серьезные государственные программы, находить источники финансирования, коих пока не просматривается. Вот последний кризис 2008 года. Какие-то его уроки учтены? То есть, вот этот кризис больше ударил как раз по производству, по строительству. То есть, и косвенно отразился на потребителях апотечного кредита. То есть, вот этот механизм, он может повторяться? Или какие-то уроки уже учтены? То есть, так, чтобы больше не повторяться? Ну, скажем так. Уроки, скажем так, наверное, учтены. Только сделаны ли из них какие-то определенные выводы с последующими программами. То, что удалось спасти банковскую систему за счет вот этих вот ручного управления деньгами, это, конечно, замечательно. Но я не знаю, как оценило правительство, так сказать, ответные шаги спасенной банковской системы за то, что им дали жить и дальше развиваться. Как банковская система на это отреагировала? То есть, отблагодарила ли она правительство своими лояльными шагами? Я вот сомневаюсь. Как бы. Опять же, и правительство, и чиновники разных уровней все время призывают банки. Давайте, включайтесь в опотечное кредитование. То есть, ну, как мы выяснили, с деньгами не все так просто. Ну, вот, на ваш взгляд, больше откликаются на эти призывы крупные банки или мелкие коммерческие банки? Да, конечно, крупные. У них возможностей больше. Вот, поэтому они могут себе позволить такие широкие шаги. Мелким банкам вряд ли это будет возможно, доступно, интересно. Потому что мелкие банки – это что такое? Это частные банки. Вот. Это интересы одного или двух там учредителей. Поэтому они прекрасно понимают, что случись очередной кризис, если вдруг такое произойдет, ему никто не поможет. Ему надо будет спасаться за счет собственного финансового жирка. А крупным банкам, сам Бог велел, им как-то надо же реагировать на социальную политику правительства. Поэтому что-то делается, безусловно. Вот, например, появились программы с государственной поддержкой. Что такое? Это пониженная процентная ставка, вот, когда юридическое лицо продает квартиру физическому лицу. То есть это интересно. Эта программа есть практически у всех банков, но она очень и очень слабо работает. Это единичные сделки. Потому что здесь надо понимать, юридическое лицо кто такой? Это застройщик. Оно ему надо оформлять на себя квартиру для того, чтобы потом продавать физику. Он должен платить за это. У него есть налоги. Потому что такова экономика. Поэтому, как правило, работают через переуступку. То есть, чтобы не оформлять квартиру на себя. Или какие-то другие, например, пути. Подрядчики на себя оформляют квартиры. Но, опять-таки, для чего ему это надо? Если квартир, новостроек и так не хватает, их и так прекрасно разбирают, то ради чего выпендриваться? Оформлять на себя квартиру для того, чтобы заемщик получил пониженную ставку по программе господдержки? Нет такого, так сказать, отклика в душе юридических лиц для того, чтобы продвигать эту программу. То есть, на ваш взгляд, не все условия еще созрели для того, чтобы застройщик плотнее работал с банком по программе ипотечного кредитования? Конечно, да. Хотя, с одной стороны, стремление сделать жилье доступным, то есть оно включает в себя ведь несколько составляющих. И немаловажную роль играет как раз строительство новых домов, то есть первичное жилье. И вот как раз вот этот вот сектор, он пока слабо работает по ипотечной программе. То есть, на ваш взгляд, какие здесь противоречия? Давайте начнем вот с чего. Что в период кризиса, этот кризис больнее всего ударил по застройщикам, потому что их никто не спасал, в отличие от банковской системы. Процесс банкротства до сих пор не закончен. Вы читаете наши местные средства массовой информации, видите, то одного начинают банкротить, то другой подал на само банкротство. С чем это связано? Просто у них нет источников финансирования. Банки не готовы кредитовать их целевым направлением, потому что просто-напросто недавний опыт показал, насколько это рискованно. С ипотекой не хватает сил связываться у этих застройщиков. И жилья строится так мало, что оно практически все продается через не ипотечные, а просто реальные деньги. То есть у тех, у кого есть... Покупают те, у кого есть деньги. Покупают те, у кого есть деньги. Совершенно верно. Потом оно становится вторичным жильем, а потом уже может работать какая-то ипотечная программа. Да, потом уже он становится товаром на вторичном рынке. Какие условия пока не выполняют застройщики для того, чтобы эта программа ипотечного кредитования работала на всех уровнях, начиная от банка, заканчивая строительство? Вот в идеале, как говорится, есть такая поговорка, было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Вот в идеале кажется, все нормально. Есть 214 ФСЗ, закон о долевом строительстве. Кажется, чего сложного? Вот у тебя есть перечень документов, господин застройщик, собери-то эти документы и начинай строить по закону о долевом строительстве. Но я не строитель, мне трудно судить, что им мешает. Вот в нашем, работает в нашем регионе такой закон, если человек получает в аренду земельный участок, он должен в течение трех лет что-то там возвести, для того, чтобы этот земельный участок потом начал, как говорится, двигаться в законном порядке. Застройщики нахватали земельных участков для того, чтобы обеспечить себя работой на долгие годы вперед. На будущее. Кризис показал, что многие просто не справились, эти земельные участки начинают перераспределяться. То есть вот этот вот момент имеет место быть, что застройщик, ухватив земельный участок, он должен тут же зарываться в землю. А проектная документация, совершенно верно, и не только в этом дело. А проектная документация и разрешительная документация, она еще может быть не готова. Он получил участок, а у него документов нет на этот участок. Он начинает строить, как бы и оформляет задним числом. Вот не зря же принято постановление о том, чтобы сократить сроки подготовки документов, разрешительной документации в разы. Потому что он строит, он уже 3-4 этажа построил, когда к нему приходят, например, банки и предлагают аккредитовать, и он говорит, ребята, а у меня еще документов нет. Вот, пожалуйста, одна проблема. Ну, то есть это реальность такая. Да, это реальность. Вот как раз это те овраги, про которые забыли. Потому что очень много несогласованных ведомственных инструкций, которые нужно приводить в порядок. А где тот регулятор, который будет приводить эти инструкции в соответствии, как говорится, с требованиями у одного ведомства, с такие сроки, у другого такие сроки. А где тот главный, который поставит, как говорится, их всех? Скажет, ребята, сядьте за стол переговоров. То есть с высоты посмотрит на всю картину? Совершенно верно, да. Вот эти вот точечные, как говорится, вбросы. Вот давайте поправим сроки, давайте поправим вот эти вот условия. А картины в целом не складываются. Ну, то есть вот как раз первичный рынок, с одной стороны, должен быть авангардом. То есть он должен двигать все вперед, да? И как раз вот там больше всего проблем. А здесь очень много вот этих вот оврагов, этих пробуксовок, потому что я еще раз говорю, что у каждого есть свои регламенты. И эти регламенты не состыкуются друг с другом. Поэтому программа первичного кредитования, именно с участием ипотечных денег, она очень сильно пробуксовывает. На том этапе, когда человек, застройщик, может отдать свои квартиры банку под ипотечное кредитование, там уже 80% жилья за наличку куплено. На ваш взгляд, это проблема больше законодательного уровня или вот ведомственного? То есть просто есть какие-то нестыковки? Вы знаете, мне кажется, и законодательное и ведомственное – это одного порядка проблемы. То есть нужно разрабатывать практически, так сказать, вот единый новый закон, в который бы учитывали интересы банков. Да, в который бы учитывали всех участников процесса. Каковы, на ваш взгляд, тенденции по снижению ипотечной ставки? Я в прошлом году еще говорила, что снижение процентной ставки не предвидится. Вот так. И этому есть… То есть несмотря на все заявления, вот давайте, давайте, вот скоро будет ниже, пока… Есть процессы, которыми те, кто заявляют, не управляют. И пожелания, они могут остаться на бумаге, потому что… Или просто, как говорится, декларативно произнесенные. Потому что есть процессы, которыми ты управлять не в состоянии. Ты не можешь контролировать денежные потоки иностранных инвесторов. Это невозможно. На экономику зарубежных государств, на финансовое положение как-то тоже не очень повлияешь. Вот как-то так. На ваш взгляд, за этот год изменения инвестиционной привлекательности, оно в какую сторону изменилось? Стало лучше или стало хуже? Про регион мне судить сложно, потому что я работаю с ипотечными кредитами, это узкий сегмент. Но думаю, что все-таки политические какие-то, так сказать, положительные моменты инвестиционную привлекательность региона улучшают. А за ней пойдет инвестиционная привлекательность от Ресли. Потому что вы помните, когда к нам пришел, например, такой крупный застройщик ПИК, это подхлестнуло и развитие банковских программ, и развитие строительства. Ну, увидите, что они построили достаточно много. И как бы на рынке возникла конкурентная суета, конкурентная борьба. И другие за ними потянулись, стали активно. За лидером побежали. Теперь лидера нет. И как-то остальные сдулись. Вроде как теперь конкурировать не с кем. Площадка свободна. На ваш взгляд, прошло просто не так много времени после последнего кризиса, да? Или просто в отсутствии лидера все успокоились? Нет, это... Я бы не стала разделять эти моменты. Кризис – это первая причина. Кризис, как говорится, для строительной отрасли, он не завершился. Потому что там очень-очень много нерешенных вопросов. Поговорите с застройщиками, и они вам эти проблемы озвучат. Потому что их целый ВОЗ. А в связи с этим не появляются и лидеры. Потому что если проблема отрасли в целом не решается на государственном уровне, то и лидеры сформировать невозможно. Он сам не сформируется. В строительстве нужно, конечно, обязательно серьезная государственная поддержка. Потому что иначе это самодеятельность. Как сам настроил, никто за тебя не отвечает. Что ты там настроил? Ну, вспомните, печальный рога. Поэтому и очень много проблем с дольщиками, которые до сих пор не получили жилье. Конечно, конечно. И вроде как чиновники пытаются им помочь, но помочь без денег невозможно. И опять-таки вопрос возникает. Хотите, чтобы ваше жилье было достроено? Ну, да вкладывайте еще какую-то часть. Ну, разве это государственное мышление, государственная поддержка? Видимо, просто потому, что на это нет денег. Уровень экономики и уровень доходов населения таков, что призывы сделать жилье доступным за счет денег самих дольщиков и потенциальных покупателей не получается? Да нет, конечно. У строительства есть своя себестоимость. И она складывается из очень-очень многих моментов. Да, из очень многих параметров. Поэтому сделать жилье доступным вот просто так, по щелчку, невозможно. Это же не только стоимость ипотечного кредита. Это целая система очень тесно связанных экономических, финансовых процессов. Когда многие параметры, как энергоносители, какие-то составляющие строительные повышаются, то есть невозможно снизить себестоимость квадратного метра. Какие, на Ваш взгляд, есть проблемы психологического плана? Насколько люди готовы сегодня брать ипотечный кредит? При каком минимальном уровне дохода человек может рассчитывать на ипотечный кредит? Минимальный уровень дохода, ну, наверное, 20-25 тысяч. В месяц. В месяц, да. Потому что банки стали жестче оценивать платежеспособность. Причем это на одного человека в семье? Если он зарабатывает 25 тысяч, а у него 8 человек. Конечно, я сейчас про это скажу. То есть банки стали оценивать риски неплатежеспособности клиента гораздо жестче, чем это было до кризиса. То есть все члены семьи, они обязательно учитываются, прожиточный минимум вынимается на каждого члена семьи из дохода. И если там, как говорится, остается, сами понимаете, что, то в кредите такому человеку могут отказать. Даже привлекая там заемщиков. Все равно надо понимать, что не с заемщиками они будут иметь дело, а будут иметь дело с самим заемщиком, с его семьей. Я не скажу, что это вопрос отсечения, но тех, кто не может или не накопил достаточное средство на первоначальный взнос, им будет в любой форме, тактичной, как говорится, завуалированной, им будет отказано. А каков процент на сегодня первоначального взноса? Оптимальный. Оптимальный 30% первоначального взноса. Потому что при этом взносе и банк спокоен в случае дефолта и вот этих временных разрывов по продаже квартиры, потому что как только клиент перестает платить, у банка наступает, так сказать, очень нервный период. Что с этой квартирой делать они знают, но есть процедура. И за этот период времени нарастет долг у клиента, потому что остановить проценты по кредиту можно только по суду. И вот этот вот период, ну, как правило, увеличивается стоимость квартиры процентов на 20 за счет долга. Что-то там спишется, что-то банк простит, так квартиру надо реализовать, надо, чтобы она была в рынке. Поэтому 30% первоначальный взнос – это хороший входной шанс для клиента. Сейчас есть льготные программы, например, когда у человека 50% собственных средств, то банк готов даже не рассматривать его платежеспособность. Справки о доходах можно не предоставлять. Таких программ очень немного, их всего, по-моему, два банка предлагают их на рынке. Вот. Остальные, как говорится, предлагают, все равно уходят в систему платежеспособности, подтверждения доходов. Вот. А эти два банка не требуют предоставления. Ну, то есть считается, раз смог накопить 50%, остальные как-то накопили? Да, то с остальными уже не расстанется, потому что просто потерять за 50% квартиру, ну, это не очень умным надо быть. Насколько у вас есть анализ, стоимости недвижимости в Омске сопоставимы в целом, так сказать, ну, по ближайшим регионам? Выше, ниже? Мы пониже, чем окружающие нас регионы, ниже, чем в Новосибирске, это понятно. Север брать не будем, там другие стоимости, там другие деньги. Поэтому, ну, скажем так, мы достаточно сопоставимы с ближайшими соседями. Томск, Кемерово, Красноярск чуть повыше. У нас охотно покупают жилье иногородние граждане, из-за того, что квадратные метры у нас подешевле. Ну, причину, я вам говорить, наверное, не буду. Причина это и есть развитие экономики? Да, совершенно верно. То есть, если задирать стоимость квартиры, она просто никому будет неинтересна. Рынок все равно ее опустит. Вот по уровню стоимости квартиры уже мы вернулись до кризисного периода? Или вот еще период кризиса? Нет, мы еще пока не вернулись, и слава богу, и не надо к этому возвращаться. Потому что в период, до кризисного периода, как раз в период активного кредитования, ну, вы знаете, спрос рождает предложения, и они друг друга подталкивают. То есть, та стоимость... Цена автоматически подрастала. Совершенно верно, да. Тех цен, которые были в период ипотечного, и бума недвижимости, просто Омску не нужны. Ну, вот какие, на Ваш взгляд, есть такие объективные показатели приближения кризиса? То есть, вот многие говорят там о следующей волне кризиса, которая там уже идет по Европе, докатится до нас. Но вот у нас, вот здесь... Что тревожит, да? Да, конечно. Какие тревожные симптомы? Прежде всего, тревожные симптомы следующие. Очень беспокоят, что процесс банкротства предприятий, он продолжается. О нем громко не говорят. Я имею в виду не только строительную отрасль, но и сопредельные отрасли. То есть, потихонечку закрываются предприятия, не рассчитываются по обязательствам. Что такое? Ладно, обязательства перед контрагентами. Есть обязательства перед бюджетом, есть обязательства перед работниками. Второй момент. Вот вы едете по городу и просто посмотрите, сколько висит объявлений на коммерческой недвижимости, сдается в аренду. То есть, невостребованные коммерческие площади, это показатель того, что просто-напросто некому на них садиться. Ну вот этот вот второй показатель, третий показатель, который бы я, ну скажем так, озвучила, как не единичный. Когда ко мне приходят клиенты, вот, и они нигде не работают. То есть, они уходят от своих работодателей. То есть, потребность в жилье огромная, а найти... Да, а подтвердить свое наличие постоянного места работы они просто не могут. Естественно, мы разговариваем по какой причине. Зарплату не платят. Говорят, что я там буду делать. Вот, например, в строительной отрасли не платят зарплату, люди переквалифицируются в обыкновенных шабашников. То есть, идут туда, где сегодня я отработал, ему заплатили. Живые деньги? Живые деньги, да. То есть, ну вот это вот очень тревожная симптом. То есть, не возвращается. То есть, нет некой стабильности. Да. То есть, как бы вот нет основания радоваться тому, что будет развитие какое-то. Ну вот причины кризиса вот у нас в стране и, например, там за рубежом в Америке, они разные? То есть, там все тоже началось с недвижимости. Есть ли какие-то такие параллели? Да нет, я не думаю. Недвижимость – это просто катализатор. Это просто виднее всего, что произошло. Вот есть, естественно, более глубокие процессы, более глубинные процессы. Мы с вами говорили в прошлом, позапрошлом году, когда пытались анализировать причины кризиса в Америке. Мы тогда с вами назвали такое слово «деривативы». Ну, не всем может быть понятно. Это ничем не обеспеченные, якобы ценные бумаги. Потому что в Америке, ну и у нас тоже, потому что мы кредитуем в ипотеке по американской системе. То есть, есть закон об ипотечных ценных бумагах. Это так называемая закладная, которую подписывает каждый заемщик, и ему в банке объясняют, что такое закладная. Что вы, пожалуйста, не переживайте, если вам из другого банка придет уведомление, что ваша закладная продана. Вот оно, вот оно. Это все нормально? Это все нормально. То есть, из-за того, что у банков, ни у каких банков, ни у наших, ни у отечественных, ни за рубежи, нет длинных денег. И они обмениваются, выкупая полы закладных, обмениваются, восстанавливают свои израсходованные денежные средства на выданные ипотечные кредиты. И вот когда эти так называемые ценные бумаги перестают стоить столько, сколько они стоят на рынке, появляются деривативы. То есть, раздутые, ничем не обеспеченные бумаги. И когда еще эксперты зарубежные подтверждают, что да, вот, например, вот этот вот пул ценных, закладных, он был продан за 100 миллионов. И обеспеченность по нему, по недвижимости, она соответствовала, ну, с каким-то дисконтом, с какой-то оценкой. Потом опять принято обращаться к этому же специалисту в ценных бумагах. И при продаже ему обязательно нужно повысить ценность этого пулу. Он говорит, да, он теперь еще дороже становится. И вот так вот эти пулы, переходя из рук в руки, они обретали экспертную ценность, но они не были обеспечены реальной стоимостью недвижимости. Вот отсюда и финансовые пузыри. Так, возвращаясь к вопросу, у нас что-то подобное возможно? Вполне возможно. Вот так, да? Вполне возможно. То есть, это еще одна составляющая возможного приближения к ним? Да, вполне возможно. Потому что если вот эти вот приобретаемые пулы будут экспертироваться на предмет их ликвидности, а ликвидность – это обеспеченность их стоимостью жилья. То есть, когда рынок ценных бумаг как бы искусственно надувается, а рынок недвижимости либо стагнируется, либо опускается вниз. То есть, не поспевает. Совершенно верно. Вот этот вот разрыв испровоцирует те пузыри, как их называли финансовые. То есть, у нас это вполне возможно. Это везде возможно, где есть работа с закладными, с апатичными ценными бумагами. Есть какие-то признаки, которые могут волновать инвесторов, заемщиков, но еще не так сильно подошли мы к кризису, чтобы эти вот все показатели ярко так сигнализировали о том, что кризис приближается. Да, перекосов пока что нету, но вот есть симптомы. То есть, температура поднимается, но она не смертельная. Какие рекомендации вы дали потенциальным потребителям ипотечного кредита? С чего начать? Прежде всего, оценить на долгие-долгие годы свою возможность выплачивать по ипотеке. Свою финансовую составляющую. Сегодня вы живете на 20 тысяч, и вы понимаете, что вы можете себе позволить. Когда вы будете жить на 10 тысяч, вы должны реально понимать, что вы очень многого себе позволить не сможете. А есть какие-то форс-мажорные обстоятельства, болезнь, смерть. И когда просто человек выбивается из привычной финансовой, так сказать, практики, то есть вот это вот тоже надо учитывать. Когда денег впритык, с ипотекой связываться не надо. Достаточно развит у нас рынок найма квартир. Я понимаю, что очень хочется иметь свою квартиру, но надо реально трезво оценивать свои финансовые возможности. Потому что ипотека, это вот хоть я и работаю больше 8 лет ипотечным брокером, я всегда с клиентами начинаю с того. Представляет ли он, как он будет жить хотя бы в течение одного года на ту сумму, которая у него остается. И мы серьезно проговариваем. То есть чисто математически показываете? Конечно, конечно, да. Я говорю, сколько вы тратите вот на продукты? Как часто вы ездите в отпуск? Посещаете ли вы театры? Есть ли у вас хобби какое-то? Что вы планируете? Хотите ли вы купить компьютер или еще что-то? И вот когда человек, так сказать, нереально не думал об этом, а просто сосед купил квартиру и хочет свою квартиру, начинает уже потихонечку, так сказать, спадать вот этот вот накал стремления. Второй момент, о чем я ему говорю, я говорю, вы поймите, если я справлюсь, там все нормально, мне родители помогут и все остальное прочее. Я говорю, давайте теперь поговорим вот еще о каком моменте. Что если вдруг вы не справитесь, вы банку заплатите за 2-3 года определенную сумму, может быть 1200, может быть 1300, но это не будет погашением основного тела кредита. Потому что ипотека это такой хитрый продукт, половину срока клиент платит только проценты. То есть доходы банку. Я говорю, а потом у вас не будет вот этого дикого разочарования, как так, я вам платил, там полмиллиона заплатил, теперь вы у меня квартиру отобрали. Да, у вас отобрали квартиру, потому что вы добровольно подписали все документы, вы со всем согласны. То есть второй момент, надо внимательно изучать договор. А тут его изучай, не изучай, тут своего ничего не привнесешь. Либо ты согласен с этими требованиями и условиями банка, либо тебе просто не дадут ипотеку. Ну и третий, наверное, момент. Для меня всегда очень важно, кому приобретается эта квартира, для чего. Вот у меня на прошлой неделе пришли 2 мамочки, ну, так сказать, радостные, возбужденные. У них в воскресенье свадьба детей, и они хотят подарить детям ипотечную квартиру. Я говорю, вы еще не знаете, как ваши дети будут жить, я говорю, а вы сейчас уже конфликт зарождаете. Женитьба шаг серьезный, ипотека шаг серьезный. Спасибо за интересную беседу. Пожалуйста. А я напоминаю, что мы говорили об ипотечном предметовании, о рынке недвижимости. И у нас в гостях был советник по ипотеке и недвижимости, ЗАО «Инновационная бизнес-группа» Марина Алексеева. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго.